всем шалом сегодня на наших законах шаббата на уроке по законам шаббата мы разберем две темы относительно небольшие у них как бы базис очень простой с другой стороны очень важные потому что встречи с ним происходят у многих с первой темой точно почти у всех со второй тема часто все так или иначе первая тема мы сегодня который займемся это игры в шаббате возможны игры можно ли в шаббат играть возможные игры какие вторая тема нашего сегодняшнего урока будет плата за шаббат зарплата когда нужно платить кому-то за то что он делает какие-то действия в шаббат тот или ночь это то или другое и мы снимаем допустим гостиницу на шаббат или мы сдаем что-то на шаббат кому-то и так далее плата за шаббат мы это разберем также итак начнем с игр и мы начнем с игр такое небольшое введение и поймем несколько вещей глобально у нас очень интересный иерусалимский талмуд которым рассказывают про город называешься туршимон этот город был известен что он пал во время восстания парковки и рассказать что тут туршимон был город очень хороший там написано что он каждый перед спор то есть я могу прочитать на арамейском но в принципе есть спор как что имеется в виду в этой фразе на арамейском арамейский думаю фраза вам ничего много не даст но в принципе там есть разговор таком две версии то есть в зависимости от комментаторов что они каждый перед каждым шаббатом раздавали бедным 300 мер хлебов за очень много это курбана и да так объясняет а второе что они делали что они покупали и 300 бочек разных хороших таких вещей ради почета шаббата и написано что вот это не делали и тогда задается вопрос но он был разрушен известно что он был тушим он разрушен и скажет если такие благодетели почему он разрушен мара отвечает из-за того что написано мишу мзну то есть из-за распутства и а второй ответ из-за там внимание из-за того что там играли в мячик в шаббат был разрушен то есть если это по рассудству понятно вопрос задаем что в чем проблема играть в мячик в шаббат что из-за этого должен был целый город рухнуть причем город в котором делались праведные вещи как то есть несколько объяснений почему это произошло есть руках руках объясняет проблема в том что они не занимались тора то есть они сделали битуль тура то есть да из-за того что они вместо шаббат вместо пушкучи тора они в мячике играли и это считается битуль тура то есть аннулирование занятия тора это очень плохо шибулей лекет говорит что есть другая проблема мяч футбол мяч которым играть это не футбольный мяч футбол что не придумали мяч игровой он является мукци то есть вещь которую запрещено в шаббат переносить и таким образом тут есть соединение двух вещей и использовали мячик который сам по себе является мукци плюс к этому не уделяли достаточного внимания торы это вместе сработало как катализатор для наказания города его уничтожить есть это один подход есть объяснение как он говорит что проблема что не с этим мячик носили в общем пространстве это нарушение одного из запретов шаббат такое объяснение бейт юсеф говорит следующее бейт юсеф пишет так вы готовы и гур бешэм шибулей лекет щи асур и сахэк башаббат мы ём ток бакадур им говорит то есть из-за этого пишет что и город им не шибулей лекет написал что запрещено в шаббат их врать во всякие виды мячей то есть мячиком играться нельзя в шаббат короче то есть описаться дальше то есть что они грязные они плохие короче людям противно от них и поэтому не все мукцы так приводится от имени игорь атос вот написал что можно играть в мячик и тогда приводится то есть что можно играть в мячик а почему туршим он был разрушен потому что мы играли то есть мячик шаббат шухана рух на аллаху приводит следующее он пишет что запрещено в шаббат и в йом то в празднике играть в мяч рама пишет что есть те которые разрешают и принято разрешать теперь есть очень интересная вещь эти законы приведены в законах мукцы то есть шухана рух запрещает играть в мяч потому что он говорит что мяч мукцы рама говорит что мяч не является мукц это очень важно с точки зрения давать играть детям поэтому детям нет проблемы но по-настоящему есть вторая проблема которую приводили что есть проблема именно играть в мяч из-за того что человек не занимается тора то есть принципе он бьет по характеру облику шаббата что является проблемой таким образом выходит что в принципе взрослым людям есть проблема играть в разные игры связанные с мячом даже по мнению рама из за того что это бьет по облику характеру шаббата то есть человек занимается теми вещами которым он должен заниматься шаббатом шаббат должен учить тору а он играет в мяч но для детей то есть если шухан рух говорит что это мукцы хотя сегодня так не считают наши мячи не мукцы то ребенку играть в мячик можно он может играть в мячик в этом нет проблема что ребенок играет в мячик взрослому нельзя это с мячиком мы еще подведем итог пока мячики поставим в стороне сейчас мы поговорим о разных других рынках в основном настольных игр есть ли проблема с настольными играми есть очень интересный вопрос по поводу шахмат можно ли в шаббат играть в шахмат есть такой вопрос дело в том что вообще есть рама рама который приводит и говорит мутарли сахэк бацамот шокурим чих то есть да можно играть с костями которые называются чих что это такое магена браам объясняет что это шахматы таз говорит что это шешбуш то есть нарды окей это две разные вещи но рядом почему и продолжает рама можно и играть в эти игру то есть в 20 мод то есть в эти кости которого называю говорит несмотря на то что они делают звук то есть они громкие выгуиль выинамит каменна шире из-за того что он не собирается петь то есть да это не связано с питьем то это можно но это только если просто играет но если играет ради того чтобы заработать деньги то есть если игра ради денег то есть или на деньги то это запрещено хадвы халат то есть нет никакого разрешения играть на деньги окей это рама теперь о какой игре идет речь мы сказали рамаген аврам говорит что речь идет о шахматах и он приводит кстати мараса сон мы сегодня поговорим который запрещает играть шахматы в шаббат почему потому что у них нет никакой пользы так он считает поэтому запрещено но пишет маген аврам что то в месте где принято играть шахматы то есть в принципе это принятые обычаи то можно облегчить и разрешить и дело в том что тасс говорит что есть проблема сказать что то shaft почему есть проблема сказать что это шахматы по причине что рама говорит что эти пости делают звук то есть они шумят шахмат этот в игров шахмат знает что это игра очень тихо в принципе то есть игра а будущее, то есть представляешь фигурки, но там звука нет. Где, да, есть звук? Когда мы бросаем кости или когда мы бросаем кубики шешбиша, то есть, да, когда мы играем в нарды. Таким образом, приходит к выводу, что ТАСТ, Турайзаб, что речь идет о играх, которые нарды или кости и так далее. В любом случае, то есть мы видим, что есть разрешение играть в эти игры, хотя Магара Сасон запрещает. Сейчас мы пройдем дальше. Мамрей Мордохи говорит про другие игры. Он говорит так же, что тот человек играет в бильярд или в ТАКИ, то есть ТАКИ и так далее. В этом нет запрета по причине того, что у них нету звука издания, издавания звука. Дело в том, что Аллаха запрещает издавать всевозможные звуки. Когда мы издаем звуки, потому что это похоже на клейшир, то есть музыкальные инструменты. Поэтому вещи, которые делают звук, когда мы с ними дергаем их, например, колокольчики, пищащие игрушки и так далее, они проблематичны. Или какие-то игры, которые издают звук. Но эти игры, они в принципе глобально не издают звук, поэтому у них нету проблемы. Также есть шурхана рук. Шурхана рук, дело в том, что говорит, что нельзя играть в камень. Знаете, есть пять камней, которые играют в Израиле и так далее, на земле, по причине того, что это сглаживает землю. То есть есть проблема, что человек, я волю называется, ля шлот гумо, то есть придет и будет сглаживать землю, а это производный запрет от запрета хореш, то есть вспахивать землю. И это запрещено делать. Маймай Мордохи говорит, что в бильярде, например, и в шахматах нет проблемы по причине того, что они на столе, они не на полу, никто не выправляет землю. Окей, это, скажем так, мнение разрешающее. То есть в шахматы можно играть, в настольные игры можно играть, так или иначе. Магара Сасон, в Турат и Мэтме сказали, приводит, что запрещено играть в шахматы, в шахматы, внимание, даже в будний день. Нельзя играть в шахматы в саду уже в будний день. Почему? Объясняй, почему? По причине того, что они, сейчас объясню, то есть почему, то есть по причине того, что они, бесполезное занятие, и они потеря времени. То есть человек играет в шахматы, не занимается торой. Это называется битуль-турат. Битуль-турат запрещено даже в будний день. По этой причине есть в этом проблема. Хотя Ширте Гигурим разрешает, почему? Внимание. Потому что шахматы добавляют мудрости. Добавлять мудрость не дают разумения мудрости. Есть очень интересная вещь. Все знают, есть много фотографий, когда крупнейшие раввины играют в шахматы. Видели фотографии? Но дело в том, что крупнейшие раввины играют в шахматы не только в будние дни. Мы знаем, что шахматы развивают логическое мышление и стратегию. То есть умение думать и продумать несколько шагов вперед и развивать скажем так мысль в разные варианты. И это очень помогает думать. В море тоже это помогает очень сильно, когда человек учит. Дело в том, что и поэтому многие большие раввины играли в шахматы. У нас фотографии. Они играли в шаббат. У нас есть свидетельство, что большие раввины играли также в шахматы в шаббат. И Хида занимается этим вопросом. Хида говорит, шахматы играть запрещено, потому что бесполезно занятие, потеря времени и так далее. И что говорит Хида, что разумение оно никакого не дает. То есть да, ничего, то есть он не помогает. То есть то, что я знаю, правила шахматы хорошая, конечно, идея. Это, конечно, нужно думать мозгами, но оно по-настоящему не развивает никуда. И он говорит, что да, есть свидетельство, что великие раввины играли в шахматы. И он говорит, что великие раввины играли в шахматы, не можешь из этого ничего учитывать. Он говорит так. И написали, что, а вы внимание, то есть фраза, что великие народы Израиля, имеется в виду мудрецитуры, нафлюба, то есть они в этом, скажем так, попали в просад. И он говорит так. Анахли к дуре Исраэль, то есть оставь покой великих мудрецов Торы. Почему? Девадай маасеем лишим шамаем, ибо действительно их действия веме небес. Девшар, дегави, холим, бихоли ашкура. О, внимание, может быть, они больны депрессией. Окей? Веме шум рифуа, аль асухидаатеа, беба гадуэг, велеме гайвер аталмудея, кьюцех кеама. То есть, кеама. Он говорит так, что на них нападает депрессия, и для того, чтобы вот это переживание, ушли от них, тот, кто наводит на него печаль, называемый, дой, это вообще, в принципе, страх, переживание. говорит, для того, чтобы, скажем так, отлечься от этого депрессионного состояния, они играют в шахматы. Как только это состояние уходит, они возвращаются, начинают учить Тора. То есть, в принципе, ты не можешь сравнивать с мудрецами Тора. Мудрецы Тора это делают лишь только в лечебных целях от депрессии, не более того. И по этой причине он запрещает. И, кстати, в шутрах по Алимам тоже, то есть, как бы соглашается с запрещающим. Поэтому, как мы видим, пока у нас есть шахматы разрешающие, шахматы запрещающие. Но есть очень интересная вещь. Это про шахматы. По поводу всех остальных игр пишет Рома в следующем. Рома заканчивает, говорит так, что есть, даже, кстати, он говорит это о тех играх, которые связаны с деньгами, по идее. Эн лим ход бенашим бектаним дэмутавщую шаги валю мазадим. То есть, он говорит по поводу игр, Рома заканчивает, по поводу шахмат, разных игр и так далее. Он говорит, что не надо пресекать. То есть, если ты видишь, что играют дети или женщины, а не мужчины, то есть, не надо их пресекать, потому что лучше они будут ошибающимися, а не делающими специально. Это очень важно. То есть, так всегда говорит, хотя, то есть, Беркей Юсеф пишет, что это он сказал, он говорит, урхады миль-то накатывай, да? Он сказал так, то есть, как слово, по-настоящему, даже если взрослые мужчины, то есть, не только дети, а взрослые мужчины не будут слушаться, то тоже не стоит их нападать. Так, давайте немножко, то есть, я сделал немножко салат, давайте я вам сейчас соберу это все вместе и построю систему, что разрешено, что запрещено. Итак, по-настоящему, мы видели, есть спор между галактическими авторитетами по поводу разных вопросов игр в шаббат. Есть те, которые говорят, что шаббат не для игр, шаббат это не время игры, шаббат предназначено для изучения Тора. И таким образом, нельзя аннулировать, то есть, то есть, нельзя сделать так, чтобы Тора не изучала в шаббат, и вместо нее человек занимался играми, человек играл. И из-за этого запрета, то есть, да, в принципе, запретили игрок в шахматы, в шашки, в нарды, в бильярд, и всевозможные другие игры с мячиком, например, в дом. Таким образом, из-за того, что запрещено все эти игры играть, из-за того, что это аннулирование, то есть, не подходящее для шаббата занятие, то все эти игры, бильярд, шахматы, и так далее, и так далее, становится запрещено трогать. То есть, есть подход такой, есть те, кто так считает. С другой стороны, говорят другие, что с точки зрения закона, то есть, базиса, буквы закона, нет никакого запрета, ни в каких играх. Но, но, есть условия, главное, чтобы не играли на деньги. На деньги игра запрещено в шахматы. Вообще, не сделать, играть на деньги никогда. И были, как мы сказали, великие раввины, которые играли в шахматы. Таким образом, играть в игры, которые требуют навыков думать, развивают мысль, развивают логику, развивают мышление, развивающие игры, которые не на деньги, в которых нет проблемы с мукцей, они разрешают. То есть, да, с этим нет проблемы. Таким образом, на голову, если мы идем, что нам с точки зрения практики, что делать. По-настоящему, мужчинам, которые старше бармитцевы, которые обязаны изучать току, лучше всего устрожить и не играть в разные игры с мячиком, шахматы и так далее, и так далее, и так далее, в шахматы. Пусть его устрожили. Если они хотят облегчить, у них есть на кого положиться. С другой стороны, с другой стороны, как мы сказали, то есть, можно разрешить играть в шахматы, потому что шахматы, в конце концов, человеку дают умение мыслить. Даже детей, то есть, дети, в принципе, могут играть в любые игры, но даже детей стоит приучать изучать тору в шаббат. То есть, нужно выделять, очень важно, как тип, вообще без связи с законом шаббата, очень важно, чтобы дети видели, как родители, отец, мама тоже хорошо, очень важно, учат тору. Дело в том, что дети, мы можем вам говорить много и нудно о важности изучения тора, о важности соблюдения заповедей и так далее, и так далее. Это все будет красиво, если мы сами своим поведением не показываем, какие наши ценности. Если мы показываем, что наша ценность изучения тора, если мы не показываем, что наша ценность соблюдения заповедей и что мы этому прикладываем много усилий, то шансы, что наши дети продолжат это, шансы, что наши дети будут видеть в этом ценности и будут действительно серьезно обновляться очень низко. Потому что это будет выглядеть для них как весьма фальшиво. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети учили тору, то есть, хотя бы час в шаббат, вам придется учить час в шахов 5. Если вы хотите, что ваши дети соблюдали, ходили на миньяны, вам придется ходить на миньяны. Если вы хотите, что ваши дети соблюдали тору, вам нужно соблюдать ее очень сильно и постоянно ставить ее как ценность. Изучение торы как ценность, поэтому очень хорошо приучать детей в шаббат, тоже учить тору. Очень важно с каждым ребенком заниматься торой. Очень важно. То есть, да, приучать их к этому и отводить, конечно, давать им время на игры и так далее, то есть нормально, но чтобы они тоже видели, То есть, где ценность, что важно, что второстепенно и так далее. Это очень важно. Окей, по мнению, по мнению, в принципе, всех логических авторитетов, в игры, которых есть, то, что мы сейчас говорили, это связано с шахматами, настольными играми и так далее, и так далее. Есть игры, допустим, играть в футбол, в баскетбол, в теннис и так далее, и так далее. Когда нам нужно, скажем так, дома мы не можем играть. Игры, которые выглядят, скажем так, требуют большого чего-то, группы людей, большого места и так далее, эти игры, в принципе, запрещены. И по другим, по всем почти мнениям, в этом большая проблема, потому что в этом есть футбол, это выглядит как действие, как будто бы людей. А тем более, если идут на площадку, то есть, да, здесь футбольное поле, баскетбольная площадка и теннисная, корт и так далее, и играют там, то есть в этом проблема у футбол, почти по всем мнениям. Поэтому в шаббат никаких футболов, тем более на поле, никаких баскетболов, никаких других больших, скажем так, массовых игр. Игры настольные, шахматы и так далее. Дома детям нормально, взрослым не очень, то есть должны учить тоже, но в принципе есть на поле. Это с точки зрения игр, то есть там больше нет, как бы единственное, что главное, чтобы игры не были связаны с деньгами. Допустим, монополь, очень проблематичная игра. А также, чтобы в этих играх не было, скажем так, надобности писать, даже если вы не пишете. Есть еще проблема, мы уже обсуждали в играх, когда составляются слова, потому что это писать, и тоже есть проблема с этим. То, с играми на этом мы остановимся, мы сейчас перейдем на вторую тему, схар-шаббат. Плата за шаббат. Плата за шаббат, за работу в шаббат, за всевозможные услуги в шаббат, за съем в шаббат и так далее, и так далее. За хазана в шаббат, за заповеди, которые делаются в шаббат, можно ли быть официантом в шаббат. Все это вместе. Во-первых, начнем с бафе. Мудрецы, так сказано в характере Баума Ци, я показываю еще в нескольких местах, запретили получать плату за любую работу, даже разрешенную работу, которая делается в шаббат. Если мы даже в шаббат делаем какую-то работу, например, охраняем какой-то объект или что-то, охраняем, чтобы воров не было, мы работаем официантами и так далее. В принципе, действия, которые не запрещены, нам нельзя получать зарплату за эту работу, которую мы делаем в шаббат. Окей. Это базис. Сейчас мы разберемся дальше, что да и как, потому что если люди что-то делают, они получают зарплату, мы сейчас с ним разберемся. Но базис запрещено. Получать зарплату за шаббат. Второе. Нельзя получать плату за то, что вы арендуете кому-то место какое-то, квартиру какую-то, или циммер какой-то, или гостиницу какую-то, или так далее. Или ваши предметы в шаббат. Машину, не знаю, пилу и любые вещи, которые берут, знаешь, зай, или арендуют за деньги. Это вторая вещь. Более того, даже если вы дали и не собирались брать плату за шаббат, и вам заплатили за шаббат, говоришь у ханаруф, как мишна бурра, вам нельзя получать никакого удовольства от этой платы. То есть, да, это как бы базисный закон. Нельзя плату за шаббат, нельзя плату за аренду какую-то, которая в шаббат, и нельзя даже пус-фактум, если вам заплатили, получать удовольствие от этих денег. Теперь, наши мудрецы, пус-фим и так далее, говорят, что да, можно. Можно получить плату за шаббат, которая, скажем так, растворена в плату за будний день. То есть, балуа, проглочена платой за будний день. Например, если будет договор с человеком, который, допустим, охраняет какое-то место от ворот, и с ним договорено, что он работает не только в шаббат, но еще и будет работать в будний день. То есть, например, начнет или в пятницу, или, допустим, молодцы, и шаббат продолжим. Немного, чуть-чуть, не надо много. Или, допустим, человек, который занимается как официант, что он, допустим, молодцы, и шаббат, еще будет убираться столом, то есть, в принципе, он будет продолжать делать в будни свою работу официанта. И тогда, в принципе, несмотря, что по-настоящему большая часть его зарплаты проходит, по большей части работы, которую он сделал, и это было в будний день, в шаббат, прошу прощения, мы можем положить его плату на будничную его зарплату. То есть, в принципе, мы платим ему за будни, и внутрь этого будня мы как бы вливаем, и ту плату, которую он поручит за шаббат. Это так можно. Это называется хсхар бе-авла-а. То есть, плата, проглоченная будничная работа. Но тут есть одно но очень важное. Если не было договора изначально с человеком, что ему платят и за работу, которую он сделает в будний день, то есть, ему платят за работу, которую делают в будний день, и он реально делает работу в будний день, без договора он сделал. То есть, он работал и в шаббат, и в моциях, и в шаббат. ему можно платить, а за шаббат ему нельзя платить. В этом проблема. Поэтому нужно договариваться изначально. На базе этого можно сделать другую вещь. Так выходят попуски, они говорят, что, допустим, если я сдаю комнату, то когда если время моей аренды, которую я даю, начинается с пятницы, или наоборот, продолжается в шаббат и идет в будний день, то я могу брать за аренду за шаббат, потому что я вливаю, проглачиваю аренду шаббата в аренду за будний день. То есть, в принципе, мне платят за будний день, и туда вливается плата и за шаббат. Таким образом можно. В принципе, мы заболевализуем, что это облик. В чем, в принципе, проблема с платой за шаббат? Что это мэка хумэмка. Это купля-продажа, которая запрещена в шаббат. Когда же я вытягиваю это из шаббата, и мэка хумэмкар, договор и соединение происходит с будним днем, то тогда все тянется за этим будним днем. И тогда то, что происходит в шаббат, не было в шаббатнику купли-продажи, не было никаких сделок. То есть, все утянуло за будний день. На этом это стоит. Кстати, еще с одним вещем. Если вы хозяин машины, например, вы таксист, работаете в такси, иногда в такси это машина, которую человек сдает в аренду. Как это работает? У очень многих таксистов, но не знаю, таксисты берут в аренду машину. Вы сдаете такси в аренду. Например, можете быть арендатором, у вас есть фирма, которая дает в аренду машину вообще глобально. Вы арендуете машину. То, в принципе, вы можете дать свою машину или такси, не еврею. Но с каким условием? С тем условием, что эта аренда будет продолжаться или с пятницы, или уйдет в мот-сей-шаббат. И вам будут платить за будничную, то есть сделка будет взаимодействована с будничной, которая за собой тянет, проглатывает плату и за шаббат. То есть так это работает. Это можно. Кстати, тут можно упомянуть вообще закон Маршага. Маршаг говорит очень интересную вещь. Он говорит, что можно нееврею дать машину. То есть машину, когда имеется в виду не машина, а мухуна, а мельницу, не знаю, что. И в шаббат, на шаббат. Он берет ее на шаббат и получить плату за нее, то есть за то, что он взял ее на шаббат. Но как? То, что называется каблону. Что такое каблону? Это не аренда за день, а нееврей платит за каждый раз, когда он ее использует. Он не платит за все время, пока оно у него, а только за то время, то есть когда он ее использует. Называется каблону. То есть за каждую день он платит определенную сумму. Таким образом, на чем это стоит? Это стоит на том, что по-настоящему нельзя арендовать нееврею в шаббат ничего, но можно ему давать, то есть нельзя ему давать работать в шаббат. Я, допустим, еврей не может работать на моем поле, но я могу давать нееврею работу в бакаблону. Я хочу вот это вот действие, и ты за это действие получишь деньги. И таким образом, если нееврей делает это действие в шаббат, это его личные проблемы. Я хочу это действие, я за него плачу деньги. Когда он так будет делать, мне все равно. С моей точки зрения, пусть делает будний день. Если он это делает в шаббат, это личные проблемы. На этом стоит вот этот вот закон. То есть маршак тянет это в сторону. То есть, вот, допустим, когда я отдаю в аренду какой-то предмет или какую-то машину, то есть, да, нееврею, и таким образом, он мне платит только за то, что он их пользуется. То есть я хочу получить за то, что он пользуется. Я хочу, чтобы он пользуется в будний день, а он хочет пользоваться в шаббат. По-настоящему маршак сам сомневается в своем разрешении и в похожести между тем кабланутом про поле и так далее и тем, что мы сказали про эту машину. По этой причине мы не устанавливаем голову, как он, но мы используем его разрешение иногда, когда у нас есть еще некоторые условия, которые нам дают в сторону разрешения, позволяют это использовать. Окей, это понятно. Теперь, есть очень интересная вещь. У вас лежат, допустим, деньги в банке. По-настоящему в банке вы получаете проценты. Причем у вас проценты наращиваются на том, что сегодня это в Израиле не очень хорошо работает, но все равно на каждую сумму каждого дня начисляется процент. Это работает в шаббат. Кстати, каким образом вы можете получать проценты вообще от банка? Ведь запрещено брать с евреев проценты. В это есть понятие TRSK. Когда вы даете банку деньги, то банк этим занимает бизнес, занимается бизнесом, вкладывает деньги на ваши деньги, которые вы дали ему. Таким образом, вы с ним соучастны. Таким образом, то есть, он занимает у вас, берет у вас деньги и крутит их, и получается, ваши деньги работают в шаббат, и вам платят за то, что в шаббат происходит какие-то сделки. Теперь, а как же я могу получать за это денежку? Ответ простой. То есть, могу ли я пользоваться этими процентами, которые за шаббат натепли? Ответ простой, что да. Почему можно? Потому что время, то есть, начисление дивидендов, начисление этих процентов не соответствует времени шаббата. То есть, это происходит до шаббата или после шаббата. То есть, даже когда происходит шаббат, то есть, как бы, есть время, когда это перетекает, потому что это с 12 ночи до 12 ночи. Дело в том, что в этом расстоянии между 12 ночи, или от 12 ночи до 12 ночи есть или пятница, или есть уже шаббат после муоцей шаббат. И таким образом, все утягивается за той частью, которая была как бы в будний день. Таким образом, можно получать за это проценты в шаббат. Кстати, стоит отметить, что вообще в большей части работ, которые связаны с шаббатом, с разрешенных работ, которые нет проблем с нарушением шаббата, и за них платят зарплату, почти большая их часть, они так или иначе выпадают частично и работают на будний день. То есть, они проглочены изначально уже буднями, будничными днями. Как пишут урок шаббата и так далее. Например, то есть, да, очень часто нужно готовить вещи. То есть, да, я готовлю, да, провожу урок. Я провожу урок шаббат, мне за это будут платить, за то, что я провожу урок, например, поехал на семинар проводить лекцию. Мне платят за эту лекцию, что я тебе провожу в шаббат, но чтобы провести лекцию в шаббат, я должен ее приготовить. Я готовлю когда? В будний день, до шаббата. Таким образом, то, что я готовил лекцию в будний день, до шаббата, это есть плата мне за вот это вот приготовление. И за ним я потянул ту лекцию, которую говорил в шаббат. Или, например, я должен приехать на этот семинар. То есть, время, которое трачу на поездку и так далее, считается началом работы. Я приготовлюсь. Или я иду пешком туда. Очень часто всевозможная работа разрешена, даже когда идет официант на работу, куда ему надо, он выходит еще до шаббата. Или уходит после шаббата. Так или иначе, приготовление происходит, или связь, какая-то вещь связана с работой, в будний день, и на это можно положиться. Это то, что связано, скажем так, вливанием, то есть, проглатывание платы за шаббат в будничную плату, что делает возможным платить за шаббат. Есть очень интересный вопрос. Вы знаете, что в Израиле, не знаю, как вы говорите, работает за границей. Нужно платить за миг. То есть, когда ты приходишь за миг, то ты должен заплатить. Допустим, женщина, которая, то есть, многие женщины даже не знают, что это происходит, но вообще нужно. После, если женщина идет окунаться в миг, в шаббат, она обязана из него падать в ночь окунаться в миг в шаббат, она должна туда прийти. Платить она не может, но миг воплатно. Что она должна сделать? Она в следующий раз, когда придет, в будний день заплатит и за тот раз, когда она была в шаббат. Еще одна вещь, то есть, мы знаем, что есть люди, которые, хасиды в основном, и так далее, которые окунаются в миг в каждый день, включая в шаббат. То есть, приходят перед молитвой и шахарят окунаются. И за это тоже нужно за вход платить. И они как бы должны платить потом. не в шаббат, а в будний день, но за то, что они пользуются миг в шаббат. Теперь вопрос. Как с тобой можно быть вообще? На чем это стоит? Как можно с тобой разрешить? По идее, миг в шаббат, то есть, да, миг в который ты платишь в шаббат, это схар шаббат, это плата шаббатного, шаббатного, то есть, получение удовольствия от чего-то, то есть, у вас оплата ускоб шаббатного. Как это можно делать? Дело в том, что, с одной стороны, мы сказали, на Хаядам. Хаядам говорит, что если мы даем что-то как плату за и будничное действие, так пишет Хаядам, то таким образом проглатывается плата за шаббат и за будни. таким образом, ну да, б иуда, например, говорит, что можно платить за окунание миг в шаббат. Почему? Потому что по-настоящему плата за окунание миг в шаббат, скажем так, она внесена в плату за что? За деревья, то есть, за дрова, для разогрева миг в шаббат. То есть, миг в нужно греть, там холодно. И ты платишь за эти дрова. То есть, в принципе, твоя плата за шаббат это плата за дрова. А дрова делают в будний день и разжигают их, естественно, в будний день. Таким образом, ты платишь вообще за будний день и таким образом так проглатывается плата за шаббат. Отсюда, если мы переведем на наше время, наши дни, мы сегодня дровами не топим миг в шаббат, то есть, может быть, только баню. Баню в шаббат нельзя по другой причине. То получается, когда мы платим за использование миквы в шаббат, по-настоящему мы не платим за окунание в миквы. То есть наша плата не идет за окунание миквы. Мы не платим за действия в шаббат, мы по-настоящему платим за то, что миквы убирают, за то, что миквы моют, за то, что миквы нагревают, включают отопительный котел, чтобы вода там горячая была и так далее. Таким образом, все эти действия происходят в будний день. То есть мы платим за будничные действия. То есть тот, кто платит в шаббат, это не с хар шаббат, это оплата будничных действий, и в этом, конечно, никакой проблемы нет. Есть еще один момент по поводу человека, который делал какую-то вещь в шабах, и он получает за это какую-то плату. Мы говорим о людях, которые добровольно были волонтерами и делали какую-то волонтерскую работу в шабах. То есть они добровольно, без платы что-то делали. Например, помогали больным, были официантами, помогали в наведении порядка в синагоге, в шабах, и так далее, добровольно, без платы. И вы хотите выразить им благодарность за помощь в шабах, в которой они оказались, и приносите им подарок. Можно ли это сделать? При Магадиме, за ним Мушнабуран, пишет, что нет в этом никакой проблемы. Можно волонтеру, который делал работу, подарить подарок Муце-Шабах как благодарность за то, что он делал в шабах. И это не считается платой за шабах. Почему? По причине того, что он бы делал это действие, которое он делал, и без любой платы. Он бы и так это делал. Он волонтер, он пришел делать митцву. То есть он не ожидал никакой платы. То, что вы решили сделать, мы скажем так, приятно, и отблагодарить его, это хорошо, это замечательно. Но он бы делал свое действие и так. Таким образом, это не похоже на купли-продажи, не похоже на какие-то сделки. Таким образом, это не является по определению платой за работу в шабах. Это поэтому разрешено. Это глобально, то есть мы закончили, связанно с разными видами платы. Сейчас у нас есть очень интересная вещь, плата за запад. Все знают, что есть такая вещь, то есть люди приходят проводить уроки, шаббат на шаббатонах, хазан, допустим, Борошана, Йом-Кипур, за границей очень часто все принято. В Израиле тоже раньше было принято, сегодня меньше. У сефардов-то еще осталось, что берут хазана, который приводит и приходит и делает. Кстати, так, кантеры, знаете, которые с хорами и так далее, до сих пор в Израиле делают. Но глобально, то есть, есть такое понятие, и платить хазану, который кажется, что шаббат молится просто так, за обыкновенные молитвы, не от помпезной, платить ему за то, что он хазан в шаббат. Можно ли это делать? Может ли человек работать хазаном в шаббат? Можно ли кантеру получать деньги за то, что он ставит шаббаты с хором, песнями, пениями и так далее? Можно ли лекторам получать работу, если они их берут только для шаббата, и они ничего не готовят в буднике, например? По этому поводу есть у нас интересный спор. Мордыхи от имени Рабейну Баруха и от Тур, от имени Рабейну Ихиеля пишут, что запрещено брать плату за шаббат даже ради заповедей. Даже ради этого запрещено. Потому что нельзя нарушать шаббат ради исполнения заповедей. Нет такого разрешения. Так пишут. С другой стороны, тот же Мордыхи приводит к другому мнению, от мнения Рабейну Шмуеля. И также мы видим у Рабейну Хананей, у Арама из Рутенберга, что можно платить и брать плату, если это делается ради заповедей. Кстати, вообще обратите внимание, что, знаете, в Израиле есть такая вещь, говорят про свадьбу, хрупот и так далее, что провин не брали. Типа это митцва. Ты делаешь митцву, за какие деньги? Мы видим в наших источниках, что за митцву тоже платят. Нет такого вещи, что человек делает работу, ему не платят. Тур не принимает такого. Нет такого бесплатно использовать человека. Человеку нужно за то, что он делает, платить. Когда человек работает, нужно платить зарплату. Его действие может быть еще и заповедью. И очень важно, потому что это исполнение заповедей. Тогда, наоборот, важность и особость, то есть есть обязанность на людях платить и делать все, чтобы этот человек делал все эти действия и доставать на это деньги. Потому что заповедь лежит не на человеке, который делает работу, а на тебе, а он тебе помогает ее исполнять. Это очень важно. В любом случае, как мы сказали, Махарам Визрукенбурга говорит, что можно брать деньги, шабатнюю плату, то есть ли это за работу, которая определяет их заповедь, то есть ради заповедей. И пишет Махари Бруна, он говорит, что действительно он видел, что так известно, то есть сделали Махари, один из крупнейших мудрецов конца эпохи Ришуним, и Махари, которые разрешили арендовать, то есть платить зарплату хазану на шаббат, то есть брать хазану на шаббат, которому платят. И на чем они это строят? Они это строят на Гмаре в трактате Псахим, который говорит следующее. Гмарат Псахим говорит так. Танур Аббана, то есть учили наши мудрецы, арба пруток, энба им симан брахалаллах. Четыре, то есть как бы, пруток, то есть четыре монеты, то есть платы, которых нет знака благословения, то есть нет от них благословения никогда. И один из этого, висхарми тургиманинна, то есть плаками тургиманов, вот такие тургиманы, объясняет Раши. Это те, которые стоят перед мудрецом, то есть мудрец говорит, Тор говорит какой-нибудь урок, то есть, да, они слушают, что он говорит, то есть на губраше, или что он говорит, и оповещают это всем сидящим на уроке. Такая вот система микрофонов была. Это не только система микрофонов, это чуть более сложно. Мудрец говорил обычно фразу, и тургиман сказал, что Торгем перевести. Он объяснял, что сказал мудрец. Плюс работал микрофон. То есть, да, плюс иногда стояли метр-гиманин несколько, то есть, да, микрофонов не было, иногда много людей. Мудрец сказал какую-то вещь, и они как микрофоном работали, то есть передавали по цепочке. В любом случае, то есть они этим занимались, и сказано, то есть, да, их плата, то есть когда в шабата происходит, то есть они не увидят, получается, благословение от этой платы, если будут платить за это действие. Из гмары выходит, что, в чем проблема, почему у них не будет благословения, потому что это похоже на плату за шабата. Но интересно, нужно стоит обратить внимание, что у них не будет симан-браха, у них нет, не будет благословения от этого действия, от этой работы, от этой платы, но не сказано, что не запрещено это делать, что есть запрет брать. Заводсловение от нее не будет, но запрет тоже не написано. Это очень важно. Почему, кстати, получается, то есть есть проблема, сказалось бы, есть проблема с благословением, но, по-моему, нет запрета. Почему нет запрета? Егор объясняет, почему. Потому что это не называется плата за шаббат. Почему? Он говорит, из-за того, чтобы человек и так бы исполнял эту заповедь, потому что очень важно человеку исполнять заповеди, чтобы он это сделал. Но, таким образом, даже если ему не платили бы, он бы все равно это делал. В любом случае. Это похоже на добровольца, о котором мы говорили, подарками. Таким образом, если он это делает, то можно платить, не похоже, на плату за шаббат, по причине того, что он бы и так это делал. Так объясняет Егор. Бейт Юсеф говорит по-другому. Он говорит, в этом нет запрета мэка хумэмка. То есть, он похожий здесь, но нет абсолютного запрета. То есть, купли-продажи. Нет. Почему? По-настоящему, потому что никто не арендует и не берет на работу человека в шаббат. Никто. Никто эти делали вещи, вещи не закрывают в шаббат. Но берут его, когда на работу? До шаббата. То есть, договариваются с ним до шаббата. И таким образом, то есть, то, что договариваются до шаббата, закрывают сделку с человеком. Ради заповеди не запретили заплатить за то, что он делает в шаббат. И так объясняет Бейт Юсеф Рабь Иосиф Карл. На Галаху у нас есть небольшой бардак. Сейчас объясню, у нас бардак есть. У нас Шурхана Рух, Рабь Иосиф Карл сам, в двух местах пишет одно, то есть, пишет противопоречивую друг другу вещь. В законах шаббата у нас он пишет следующее. Запрещено арендовать хазанов, чтобы они не молились в шаббат. А есть тот, который разрешает. То есть, по правилам Шурхана Руха, здесь есть Стам в Ешум Рим, то есть, да, есть мнение, которое приведено первичное, без упоминать, что это кто-то говорит, а как бы сказано, как Галаха. А потом есть, приводится мнение еще кого-то, кто говорит по-другому. Правило говорит, что Галаха Кистам, то есть, закон будет по вот этому первому мнению, которое приведено, скажем так, по-простому. Таким образом, выходит, что Шурхана Рух запрещает платить, то есть, нанимать хазанов, то есть, в принципе, платить шаббатнюю плату даже ради заповедения. То есть, так выходит. С другой стороны, в законах Роша на поводу трубления в шафар пишет Шурхана Рух следующий. Веанутель сахар литко в шафар в Роша Шана. О кидей лит палет, о литергем в шаббаток в ямим тургим. То есть, да, тот, кто берет плату за то, чтобы трубить шаббат в Роша Шана, или для того, чтобы молиться, или для того, чтобы литергем, то есть, да, помните, мудреца, то есть, озвучивать в шаббат или в праздничные дни. Он не увидит от той платы благословение. Что мы видим? Благословение не увидит, но запрет они. То есть, в принципе, получается, что можно. То есть, в одном месте Шурхана Руха пишет, что нельзя получается, а в другом месте он пишет, что можно. Как это объяснить? У нас есть несколько объяснений, что здесь происходит. Есть те, которые объясняют, а приходашний Махатита Шейкельберкеевс, что, по мнению Шурхана Руха, действительно запрещено платить плату за шаббат, даже если это что-то ради запрещения, то есть, если это действие ради запрещения. А то, что он привел там с рублением шапара и так далее, это он привел то, что, скажем так, согласовано по всем мнениям. То бишь, что даже если кому-то заплатили, то есть, благословение от этой платы ты никогда не умеешь. Так оно объяснено. Есть другое мнение, его разделяют Маген Аврам, Беритеф, Мелех и так далее, что говорит, что Шурхана Руха имеет в виду, что он, когда говорил про шифары и так далее, там, то есть, законы Крюмени, законы Крюмени, то он имел в виду установить на Галаху, что нет запрета. То есть, да нет запрета. В конце концов, Галаха, что нет запрета, но он хотел сказать, что человек не увидит благословения от этой платы никогда. А есть те, которые считают, допустим, Маршак, да, так считает, он говорит так, что в законах шабата запретил, но пока дописал, как бы, до законов праздника, то изменил свое время и сказал, то есть, свое мнение, прошу прощения, и пришел к выводу и постановил, что разрешено, то есть разрешено платить плату за шабаты и праздники, если это ради запрета. Окей. На Галаху. На Галаху принятые обычаи в этом деле облегчать. Итак, мы посмотрим на Галаху огромное количество мудрецов последних поколений. Бах, Алия Раба, Адмуразакен, Мишнабурраха, Пицкаин, Цицелезия, Раб Вадя Юсеф, Минухата Абаш, Миракс Бадхилхата, Раб Новор, так далее, так далее, так далее. Огромное, огромное количество мудрецов сказали, что принятое мнение на Галаху, что можно платить плату, зарплату человеку, который делал заповеди, вперед за эту заплату, допустим, хазан, кантор, проводящий урок и так далее, потому что это ради заповедей. Так могут. У нас есть интересный момент. Скажем так, есть у нас таз. Таз приводит нам сказанное в Гмаре в Тарахтате Баба Батра, Баба Ци, я прошу прощения, по поводу этих разрешающих. Кстати, я сразу говорю, Галаха не как таз. На Галаху мы действительно устанавливаем, что мы разрешаем платить плату хазанам и так далее, так далее, договорились с ним вьем шиши, конечно, то есть до Шабата и платить им за то, что они там молятся и так далее. Это Галаха, так принято, такого вычисли. У нас все равно задание вопрос. Вопрос таза. У нас есть Гмарат. Так, знаете, Баба Батрия, который говорит так, что человек, который знанимает работников, чтобы он охранял корову, сейчас мы объясним, что за корову, чтобы он охранял ребенка, сейчас объясним, что за ребенок, чтобы он охранял посевы определенные, то ему не платят плату за Шабата, так сказано в Гмаре. Человек, то есть охраняет тот, тот или тот, а ему за Шабат не платят. Нельзя платить ему плату за Шабат. Объясняет Раша, что Раша говорит. Раша тоже очень интересует. Речь идет о охраннике ради храма. О, что имеется в виду? Охраняющий корову – это охраняющий красную корову. Чтобы ни в коем случае с ней не произошло какого-либо увечья, или никто на нее не возложил какую-либо ношу, не использовал ее, делая ее некошерной. Охрана ребенка, что за ребенок, это не просто ребенок, это охрана ребенка, чтобы он ритуально остался чист, потому что он должен идти набирать воду из майян шелоха, то есть из источника шелоха, для того, чтобы приготовить воду с пеплом красной коровы для очищения. И там должен ребенок это сделать. И у этого ребенка это следят, чтобы он не стал ритуально нечистым. На это нанимают человека, кто покрыт. Шомер, Зраим, то есть охраняет посевы. Что за посевы? Имеется в виду, что охраняет ячмень. Ячмень, который, он следит за ним, из этого ячменя в будущем возьмут колоссия, омер, то есть возьмут снов колоссия для того, чтобы принести жертвопрошение, называющееся омер. После первого дня Песоха, для того, чтобы разрешить новое злакное. Таким образом, говорит Атас, как так? Все эти вещи ради заповеди. Агмара говорит, что платить за денежку нельзя за эти деньги, потому что это плата за шаббат, несмотря на что это ради заповеди. Как же так мы разрешили? Какой у нас есть ответ? У нас есть два ответа. Первый ответ приведен у некоторых мудрецов собственных поколений, таких как Матеи Уда, Аяда Мелех. Сказано так. Нужно не путать две важные вещи. Есть то, что называется киюм митцва, исполнение заповедей. Есть эхшер митцва. Это прибоготовление, то есть делать вещь, чтобы была пригодная к заповеди. Таким образом, охранять корову, чтобы она была пригодная для кровопепла красной коровы, это приготовление заповедей, не исполнение никакой заповеди. То есть то, что красную корову охраняешь, заповедь этим не исполняется никакой. Потом эта корова исполняет заповедь. Или, допустим, когда ты охраняешь эти колосья, ячменя, заповедь это никакой не исполняешь. Ты делаешь так, чтобы потом можно было исполнить заповедь. Так вот, эхшер митцва, то, что это приготовление к заповеди, не разрешено за это платить шабатнюю плату. За заповедь, как хазан и так далее, да, разрешено. Это одинаково. Второй ответ очень простой. Почти все мудрецы первых поколений не согласны с Раши в объяснении этой гмары. Рашба, Рабейнуханель, Ран, Рамбам и так далее говорят, речь идет о охране просто коровы. Речь идет о бейбиситере, то есть просто ребенку. Речь идет о просто охране посевов. С храмом никак не связано. Таким образом, это вообще заповеди. То есть с этим мы разобрались. Последнее, что у нас осталось на сегодня, и на этом мы закончим, это плата за услуги врача в шаббат. Дело в том, что в шаббат с врачом есть некоторые особенности. Мы говорим про врачей раньше, не про врачей, которые сегодня. Сегодня врач и так, он как бы его ставит на дежурство и так далее, немножко по-другому работает. Мы говорим о частном враче, которого он дома, никого не трогает. Вдруг кто-то заболел, его зовут шаббат, заняться больным. Он пришел, занялся, но ушел. Молодцы, шаббат, он требует, чтобы заплатили денежку за то, что он пришел в шаббат. Можно ли ему это требовать? Шмешна Брура, Минхат Шаббат, Мишмират Шаббат Килхата, пишут, что если врача позвали заботиться о человеке в шаббат, то есть о больном в шаббат, он имеет право требовать заплатить ему за эту заработку. Почему? Сказали, как мог бы, сахар шаббат, то есть плата за шаббат, как так? Договор происходит сам в шаббат? Ответ очень простой. Говорит, потому что если так сделают врачу, что ему не будут платить, за то, что он приходит в шаббат, он в следующий раз просто может не прийти. И из-за того, что это вопрос Пикох Нефеш, или даже есть больной, которому нет опасности в своей жизни, то это Иссурд Раббанан, то есть весь вопрос запрета платы за шаббат, это запрет мудрецов. И когда у нас есть запрет мудрецов напротив больного, серьезного больного, не обязательно смертельного, то запрет мудрецов отступает. И такой из-за того, что у нас есть больной, то мы отодвигаем запрет, опасаясь того, что врач не придет. Но Гарцви, Франк, главный рейд Урсалима, который был, скажем так, до образования государства, и после образования государства, недолго, пока он не умер, Раф Цви Песах Франк пишет в Гарцви очень интересную вещь. По-настоящему, он говорит, закон врача, как закон хазана. То есть, в принципе, врач – это запрет. Таким образом, ему можно брать деньги за то, что он работал в шаббат и делал, занимался больным. Но есть небольшой нюанс. Он никогда не увидит благословения от этих денег. По этой причине говорит Гарцви, что лучше врачу сделать. Сделать еще что-то для больного или для лечения и в будний день. И попросить плату, проглоченную за работу и в будний день. То есть, вместе – это лучше всего. И тогда он увидит и благословение от той платы, которая есть. Так, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующей неделе мы поговорим о приготовлении шаббата на будний и так далее. Это тоже очень известная тема. Но сегодня мы закончим. То есть, я пока выключаю запресс.